Наступающий год принесет много изменений. Они затронут практически все категории жителей страны. Наталья Чекет подготовила подборку самых важных нововведений, которые вступят в силу с 1 января 2021. С первого дня нового года вступают в силу поправки в трудовой кодекс, который регулирует дистанционную работу. Согласно закону, временный перевод сотрудника на удаленку не может превышать 6 месяцев. При этом возможно сочетание работы из дома и офиса. Кроме того, в документе прописано, что удаленка не может стать поводом для снижения зарплаты. А прогулом будет считаться отсутствие связи между работником и работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины. С 1 января россияне, которые впервые устраиваются на работу, будут получать только электронную трудовую книжку. Остальные работники должны были определиться еще до декабря, оставить ли им бумажную версию или перейти на цифровую. В следующем году минимальный размер оплаты труда увеличится на 5,5% и составит 12 790 рублей. Напомним, что в 2020 году он был установлен на уровне 12 130 рублей. Таким образом, в 2021 году МРОД впервые в России превысит прожиточный минимум трудоспособного населения. С 1 января Россия отойдет от плоской шкалы налогообложения. На все доходы физических лиц, превышающие 5 миллионов рублей в год, будет распространяться повышенный налог на доходы физических лиц 15%. Вырученные деньги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями. Россияне старше 45 лет начнут раз в три года получать уведомления из пенсионного фонда о размере будущей пенсии. Услуга будет осуществляться автоматически через портал госуслуг. Никаких дополнительных заявлений подавать не нужно. Эта мера позволит заранее оценить свои пенсионные выплаты и по мере необходимости предпринять шаги по их увеличению. Минздрав утвердил четыре вида аптечных организаций. Их разделят на самостоятельные, те, которые принадлежат медицинской организации. Самостоятельные аптеки будут следующих видов. Аптека готовых лекарственных форм, производственная с правом изготовления лекарственных препаратов. Производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов. Аптеки подразделения также смогут быть производственными аптеками с правом изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов.